Алексей и Елена Вахрушина теперь как по графику сменяют друг друга возле хирургического отделения Брянской областной больницы, чтобы не пропустить момент, когда их сын Иван придет в себя. 17-летний студент находится в коме после того, как его избил возле одного из кафе замначальника районного ОВД Денис Терехов. Травмы оказались настолько тяжелыми, что пострадавшему пришлось делать трепанацию черепа. Он сотрудник полиции, у него все полномочия. Он мог бы позвонить в отдел, приедут, если что-то было не так. У него вся власть в руках. Разве можно сотруднику полиции такие действия делать? Бить ребенка. Кто давал право бить ребенка? Ребенку 17 лет. Начало конфликта Ивана Вахрушина с полицейским попало в объектив камеры видеонаблюдения. Теперь это запись одна из главных улик в уголовном деле. На кадрах Терехов, судя по всему, отдыхавший после тяжелого трудового дня, подходит к группе подростков и о чем-то с ними спорит. Затем удаляется с одним из них. По словам очевидцев, майор нанес молодому человеку несколько ударов по голове. Не остановился Терехов, даже когда Иван потерял сознание. Сидели тут люди повзрослее нас. Ну, посмотрел на них, хотел начать к ним подойти. Ну, увидел, типа, что побольше нас. Подошел к нам. Он начал на него, ну, как бы, бычить. Ну, он, типа, Ваня говорит, что ты на меня бычишь? Тот говорит, типа, ничего и не бычу, пошли поговорим. Надо сказать, успокоить разбушевавшегося офицера не смогли ни родители пострадавшего подростка, прибежавшие на крики, ни патрульные, которые приехали на вызов. Виной тому изрядная доза алкоголя в крови или то, что усмирить правоохранители пытались все-таки его подчиненные. Но любительское видео красноречиво доказывает, Терехов был настолько самоуверен, что требовал продолжения банкета. Отойди! Где батя? Где батя? Где батя? Где батя? Подожди! В отдел проедете, в отдел проедете. Поборов робость перед начальством, наряду полиции все-таки удалось скрутить Терехова. И только после этого пострадавшему подростку вызвали скорую помощь. Врачи срочно госпитализировали Ивана Вахрушина. Но даже после успешно проведенной операции, медики не спешат делать какие-либо прогнозы. Мальчик находится сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии, в коме, на аппарате. Сейчас проводятся все нужные манипуляции, которые направлены на спасение его жизни. Самовоз, с позволения сказать страже порядка, правда, теперь уже бывшего задержали. Но даже протрезвев во время процедуры ареста, Терехов не удосужился извиниться перед родными пострадавшего подростка. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе. Ближайшие два месяца экс-майор полиции, за спиной которого 11 лет службы в правоохранительных органах, проведет в СИЗО, пока его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но статья вполне может измениться. Все будет зависеть от состояния Ивана Вахрушина. Часть и пирожные.